Да, давайте, месить тесто. Что нужно? По расписанию секс. Лепите быстрее, блядь. Ну лепите, блядь. Лепите, блядь. Я сделала прякин... Ой. А я как будто уже, знаешь, вот как будто мы не сегодня этот видос снимали с вирками, а как будто это было вчера уже. Уже проголодались. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Лиза. И сегодня со мной на канале, блядь, представляете? Маша! Это та самая Маша, которая... Скорее, нет чем-то. Красиво. И сегодня у нас новогоднее видео. Мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Желаем вам счастья, здоровья, больше бабла, больше хороших моментов. Больше позитива, хороших людей. И сегодня мы будем готовить. Мы будем готовить имбирные пряники и глинтвейн. Вот это вообще некрасиво. И глинтвейн, да. Это сик. Виноградный сик. У вас, извините, а у вас шаурмечка цилу дубу работает? В общем, все, поехали. По ингредиентам я, наверное, не буду распыляться сейчас. Мы разберемся по ходу. Делаем. Не будем распыляться. Не будем распыляться. Она все напишет. Поехали. Открываем вино. Открываем вино. Мы приехали. Так, ну мы начинаем с глинтвейн. Меня просто не видно за соком. Мы начинаем же с глинтвейн, наверное. Ну да. Ну готовить его. Потом и сразу же пряники хуярить будем. А ты как-то... Мы будем это снимать дело там? То есть как... Конечно. А мы подъемы на айфон делаем. Нет, нет, ну... А, и... О, 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 о. У нас, кстати, есть разные формочки. Да, у нас вот такие. А тесто нужно, чтобы оно это... Постояло там час или нет? Мне кажется, что да. Там надо посмотреть в рецепте. Может, когда сначала сделаем тесто, а потом о чем делать бюджет? Да, я тоже об этом думала. Давай. Девочки, да я смотрю, вы стратегии, ебать. Ну, тут типа завернуть тесто и оставить в холодильнике на 12-24 часа. Ну, нет, надо... Вообще можно оставить на часик. Надо перемотать время, получается. Хорошо. Мы можем оставить на час, оно нормально будет. Ну да, я тоже так думаю. Это ничего страшного. Это лишнее. Это лишнее. Я пиздец как рада, что мы... А все легко. Я пиздец как рада, что мы встретились. А все легко. Я пиздец как рада, что мы встретились. Это прямо... А все легко. О, тут вообще, типа, ингредиенты смеси 1, доведите до кипения на медленном огне, помешивайте до полного растворения, снять с огня и тут же влить смесь 2, это из муки, там, специи и все такое остальное. Вымесить тесто, и все, и готово, уже потом можно его выпекать. Выпекать? Випекать? Випекать. Окей. Норм? Давайте еще... Я не умею разговаривать в данный момент времени. Давайте месить тесто. Да, давайте месить тесто. Что нужно? Для теста. Нам нужно сначала сделать смесь из коричневого сахара, сливочного масла и меда. Медик заебатый и оладики охуенные. Сейчас все будет красиво. Мария занимается профессиональной готовкой. Залитием меда. Ковар Мишлена. А надо ставить на огонь? А вы уже поставили? Да. Медок. Вороток. Бля. Пекали. Вуден печи, блядь. Я пекали. Я всегда мечтала стать кондитером. И это как это Ольга Вашурина, блядь. Извините, я не слышу хрустобизе, блядь. Светлана! Я не слышу хрустобизе. Светлама. Кто что попросил у Деда Мороза в этом году, девочки? Пока не просили. А я уже, прикинь, написала и отправила нахуй. В самый великий Устьюк. Великий Устьюк. Да. Да. Че мне с этой мукой делать? Че она гринч? Че она гринч? Че она гринч? Че она гринч? Она добавляет туда какую-то гадость. Гринч. Испортила Рождество. Гринч испортила Рождество. Смесь специй. Делаем смесь специй. Три грамма молотого имбиря. Тут три грамма? Дай-ка я скажу точно. Нет, побольше надо. Четыре грамма молотой корицы. Нет. 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 А, да. Светлама. Светлама. Что это вы сделали тут интересное такое? Месиво. Месиво. Хрючево. Маша растала калая эту гвоздику. Гвоздику. Нет. Она на тройке не закипит, я думаю. Прибавьте ее немножечко. Прибавьте. А пузырьки уже успокоились? Да. Слава богу. Я как пригузник. Кого? Пригузник. Пригузничаю тут. От съем. От съем. Стринга. Просто стринга. Я как пригузник. Оставь пока. Ну все. Это можно уже оставить, чтобы она сама закипела. Кипелов. Кипелов. Я свободен. Расскажите про самый лучший Новый год и самый лучший Новый год. Самый лучший день. Был Новый год, когда мы с Михайловым подрались. Я его чем-то выписала, я уже не помню чем. И мы начали драться, причем драться по-серьезски. То есть он меня там... Махаться будем. А в бубен. И нас разнимал Рома Лазуков. Я помню, он поставил ногу вот так вот в дверном проеме, чтобы Рома не прошел. А Рома так сильно хотел мне въебать, что он уебался об ногу Ромы и перевернулся вот так из нее и упал вниз. Сколько вам лет было? Лет по 16. Самый лучший Новый год. Ты добавила туда смесь? Давай, мы добавляем в муку. Спасибо. Самого лучшего Нового года в моей жизни еще не было. Один похож на другой. В этом году я планирую встречать куранты не с родителями, а с Лизой и с другими людьми. С чертями. И с чертями, да. Ну вот поедем, посмотрим. И это будет мой первый Новый год, который я буду встречать вне своей семьи, вне дома. Я надеюсь, что эта жертва, с моей стороны, принесет мне много прикольных воспоминаний. Я смогу назвать этот Новый год самым лучшим Новым годом. Презервативы я возьму с собой. Если что. Ты, блядь, чердачком-то шевели хоть иногда, ебаный-бобаный. Так, что-то она там сыпет. Что это тут в пакете, в зип-локе. Блядь, ну как нахватит. Мне уже никому. Discomfortable. Ой, uncomfortable. Я помню, короче. Я сломала клавиатуру, и вы отправляли нашей подруге, которая хорошо тоже знает языки. Я отправляю ей пьяная-пьяная такая. Аня, I broke my claviature. Типа, кейборд пошел нахуй просто. Вот это звук нужен. Если муки мало будет, надо будет добавить. Ну да, возможно, надо будет добавить. Но может быть и нет. Мне кажется, не надо. Мне кажется, муки у нас много. Вот такой вот у нас получился шар. Крутимся, крутимся. Крутимся, крутимся. Вот так у нас получилось. Вот так вот у нас получилось. Да, и теперь тесто отправляется в холодильник. На 24, на 24 в скобочках 1 час. А мы начинаем готовить глинтвейн. Тогда я наливаю вино. Это классик. Это классик. Что, я наливаю? Да. Ладно. А молоко мы добавили? Куда-то надо было молоко добавлять холодное. Куда? Я не помню. Так, охуенно, девочки. Да? Да, но мы можем добавить, потому что это после того, как мы уже его вымесили, надо добавить холодное молоко. Видишь, какая голова на плечах-то имеется? Чердачком-то шевелим иногда. Нет, это что? В смысле? Это пряники. Ладно, хорошо. Какое ароматное тесто. Душистый. Все видели. Слушай, охуенно. Очень вкусно. В вино мы добавляем в нашу кастрюльку с вино. Специи. Добавляем палочку корицы. Гвоздику. По-моему, там было написано 4 гвоздички. Мы так и сделаем. Ебать красиво. Кардамон это что? Это вот это зеленое. Хватит. Апельсин? Да. С коркой. С коркой. Может пару штутик? Да, не весь. Давай две, да. Давайте попробуем вообще, что за получается вот такой. За хуйня, да? Ты это хотела сказать? Нет. Ну что скажешь? Мне кажется, нормально, но возможно еще вина надо. Невозможно. А сто процентов. У меня рыбка. А сахар надо? Не. Не. Норм. Да? Главное, чтобы закипело теперь. А шелка прокипела его еще раз. Я свободен. Короче, мне улетать уже можно говорить, потому что я уже прилечу, когда это будет сниматься. А я в понедельник улетаю в Челябинск. Ну, Катя знает. На концерт к своему другу. Последние два дня новости. Первое. С-7 Airlines забыли в Якутии разморозить какую-то там кабину. И он... У меня нихуево обработали. И из-за этого самолет чуть не разбился. И пришлось экстренно сажать его в другом городе. И сейчас С-7 отпирается. Ну, у них хорошие самолеты. А виноваты те, кто обрабатывал самолет. Типа, хуево некачественной жидкостью обработали. И поэтому он обмерз. И двигатель отказал. И, короче, они упали. Они падали 5 километров. О, я слышала. Второе. Сегодня. Я слышала, да. Вылетел самолет из Москвы в Краснодар. Сразу же совершил экстренную посадку, потому что была разгерметизация кабины. Выпали маски. Кислородные. Там все... У тебя из-за этого... Меня так кроет, нахуй. У меня аэрофобия жуткая. Не переживай. Короче, у меня план капкан на охуе. План кинжал. Я набухаюсь, как сука просто перед самолетом. Чтобы сидеть там вот так. Ну, не бойся, это ерунда. Ну, я тоже считаю, что это ерунда. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Виноградного сока. Да. Сика. Че, Машка? Меня не родился. Че, кого-то, когда? Когда закончишь универ. Через год. Ты на каком курсе? У меня 6 лет. А, у тебя 6 лет. Специалитет. А, а на какого ты учишься? На переводчика. А, ааа. Да, на специалитет. Пипец, 6 лет. Ну, там можно было закончить 4 года. Ты тогда вышел бы не переводчик, а лингвист. То есть, тоже. Ну, тоже неплохо. Ну, правильно. Много остались или? Не очень много. Ну, вообще, у нас поступало, у нас было человек 70, наверное, поток. Вот. Все отсеялись, кто-то понял. То есть, половину просто поняли, что это не мое, и ушли там. Кто? В рэп у нас мальчик ушел. Да. Унак. Не знаю, какой у него спехи. Вот. Да. Так осталось, наверное, человек 20-25. А, ну, заебись. Меньше народу, больше кислорода. Ну, на самом деле. Я вот закончила в этом году, короче. Тиздец. Меня так захуесосили на защите. А у тебя юспидант? Не, журналистика. А ты что-нибудь, может быть, пишешь? Ну, так, для себя какие-нибудь статьи? Нет. Ну, для себя-то. Ну, я пишу прям очень редко. Мне не нравится это делать. Поняла. А я просто промолчу. А я просто танцую. Мне не нравится писать. Мне раньше очень нравилось писать, но как-то, как-то не знаю. Я просто станцую. Мне стрёмно давать почитать это кому-то. И я поэтому не пишу. Вот. Ой, это бред полный. Бред с Кабула. Я тебе дам видео посмотреть на этот счёт. Извини, что я перебиваю. Видео дам посмотреть на этот счёт. Типа, лучше сделай плохо, чем не сделай ничего. Реально. Это очень хорошо работает. Да. Я так начала музыку делать. Типа, когда ты понимаешь, что я лучше кринж сделаю, ты делаешь кринж, и ты такой, ебать, у меня опыт появился. Да, я вот об этом уже говорю, что люди начинают там писать, даже, не знаю, кто-то начинает писать статьи, отзывы на какие-то продукты. Кто-то начинает писать отзывы на фильмы, становится потом критиком. То есть это всё равно развивается. Да, пиши что угодно. Просто даже полную хуйню. Прям, скажи, я сейчас напишу кринж. Напиши. И ты поймёшь, как у тебя опыт намрался. Да. Это, короче, есть блогерша Аня Консерва, она рисует. Я её смотрю, и я её смотрю ещё, знаешь, сколько уже? Я её обожаю. Я её просто обожаю. Ну, раньше мне больше не нравится. Мне тоже, но я сейчас её смотрю, видео так интересно, она там разбирает косметику старую. Ты видела видео, где она зарисовала пиксельного Шрека? Конечно. И она говорит, вот у меня есть пять картин, и типа есть такая хуйня, типа, знаешь, как многозадачность. Нужно быть многозадачным человеком. Она говорит, полная залупа вот эта вся многозадачность. Вы возьмите, одну закончите, потому что вероятность того, что вы сделаете четыре картины, начнёте пятую, вероятность закончить предыдущие четыре равна нулю. Да. И лучше закончить одну, и ты хотя бы поймёшь, что делать. Ну, это, да, когда ты разделяешь сам себя на несколько разных дел, начинаешь за всё браться одновременно, конечно, ничего не получается. Да хуйня получается. Типа, там не уделил должного внимания. Ну, это я, на самом деле, такой человек, потому что мне очень сложно какие-то вещи иногда закончить. Я начинаю картинку, картину по номерам рисовать, и не могу закончить. Ну вот, она об этом и говорила. Лучше кое-как надо делать. Хоть как. Типа, просто закончить, типа. Ну да. У меня так с видосами. Вот я сейчас до этого момента демонтирую, а потом, знаешь, ау, похуй! Похуй! Выкладываю! Мент родился. Слава богу. Это пиздец просто. Мент родился. Что у нас чаще и чаще такая залуп стала присвоить. Моё любимое слово новое. Залупа. Залупа. Охуенно. Кстати, ты слышал? Новый альбом. Нет. Нет? Мне задали его не верю послушать. Как тебе новый альбом? Легендарный. Еще не послушала. Да, легенда. Красота. Он оставил свои штаны на полу И собака прям на жопе Ему вот такую дыру, блядь, проела И у него копилку видно, понимаешь? Вот реально Что, вытаскиваем тесто? Прошло 10 минут Надо еще минут 10 Мы поставили в 50 Давайте еще подождем Близко Уже хочется очень Я понимаю, ну а вдруг мы хуйню какую-нибудь сделаем? Лучше перебдеть, чем не добдеть Да, да, в этом случае да Пускай полежит Я все Я минус И короче, я типа худею уже Но каждый раз, когда мы скачиваем А, то есть ты худеешь Но я же не специально это делаю Типа не специально там не жру или что-нибудь такое Просто типа, ну образ жизни такой стал И я худею из-за этого И короче, и вечером, когда я приезжаю после туса какой-нибудь Я открываю этот ящик И эти пряники, они знаешь, они вот смотрят на меня Буквально смотрят Я это замечаю И они смотрят на такие, типа Я такой вкусный Я такой пиздатый, сожалею меня И я беру его, типа открываю У меня тоже иногда бывает Меня переклинивает на какой-то определенный продукт И я могу там сырки постоянно хавать Постоянно их там заказывать Я могу там что-нибудь еще такое А это прикольно Я на самом деле поняла, что разница между моим похудением в 14 лет и типа сейчас Куда тебе худеет? Куда ты худеешь? Потом поговорим на этот счет Очень большая Потому что тогда я такая Так, все, я не буду есть И я прям даже держалась такая Все, не есть, не есть А сейчас, типа Ну, я вот хочу, типа, пряников поесть Я поем пряники Я даже расслаблю Я хочу сырки, я съем, блядь Ты же ходишь на спорт Да, каждый день почти Ну вот Что, вытаскиваем тесто? Я еще Я ходила Я, короче, тут вот Не знаю, месяц, наверное, назад Я пошла Я как-то себя не очень чувствовала И я, короче, там чуть не завалилась в обморок Меня стошнило Катя знает Меня вырвало Я один раз с похмелья пришла в зал А ты был ужас А мне наоборот с похмелья Вот, кстати, я с похмелья сколько раз не была С похмелья у меня просто похмелье проходит И я себя отлично чувствую Да, но Это очень странно Короче, я, меня стошнило Я была в зале два раза за день Утром в 11 вечера и в 6 вечера В 11 был пресс В 6 была интервальная Я-то занималась Все нормально Все зависит Я прям, у меня и чувства меня повело Я так протелепалась там до конца занятия Кое-как, вот еле-еле прям И пока я, может быть, еще не ходила Я не ходила туда месяц Реально, ну Я говорю, я тоже неделю-три Друзья, ходим в зал Все ходим в зал Потом, блядь, бухаловка Потом опять вторая прививка Потом еще бухаловка Да, такой загруженный график, что я тоже понимаю Да, после работы, когда приезжаешь Ну, вообще ничего не хочется Знаешь, просто хочется лечь в кровать и лежать Ну, типа, чтобы тебя никто не трогал А у тебя... И твой младший брат такой Как муха, блядь А у тебя как вообще? Всю неделю работаешь? Пять-два Я вчера уехала оттуда, поехала на ногти Приехала... Сядь сюда? Приехала к Лизе И уже было где-то, знаешь, ну, девятый час Но это поздно Я даже с учебой замечаю то, что у меня просто нет времени ни на что И, главное, сил нет Потому что нас так загружают Я тут уже жаловалась Но, блин, если бы у нас просто были, например, кафедры Там на письменный перевод пойти На устный А мы делаем и то, и то То есть мы и письменным занимаемся И там, и распределённую изучаем И экономику Бля, а у меня были госэкзамены? Да, у меня были госэкзамены И как? Сложно? Ой, блядь Там комиссия сидит Все, все так слушают У нас было так Ты заходишь в одну огромную аудиторию Они сидят по двое Тебя проводит девушка Говорит, тяните билет Я тяну билет Там три вопроса Она говорит, время нужно готовиться? Я говорю, конечно, нужно Там максимум 20 минут готовится Мы готовимся И идём отвечать первому освободительному Это именно госэкзамену? Да Из вот этих вот пар А билеты по всей программе? Был список билетов Заявлен ещё в начале года Типа, готовьтесь Блядь, это будет на экзаменах Но я начала готовиться госэкзаменом В мае После майских праздников Я пробухала все майские И такая думаю, блядь Ну, госы Госы, потом диплом, блядь И вот это вот всё К диплому я хуёво подготовилась Мне поставили тройку Единственная вообще из своей группы Я получила тройку Да, там была устная часть и письменная часть И я вытянула на литературном редактировании Это то, чем я сейчас занимаюсь Типа, правда, там, пьё-моё А что ты говоришь, что не по специальности Это, в принципе, туда же Ну, это не то, чем я занималась В принципе И не знаю Ну, понимаешь Это же всё Как бы Ты сначала начинаешь этим заниматься Это примерно та же область Редактор Ну да Какую-то хуйню, знаешь И, типа, её никто не поймёт Это у всех Ну, не знаю Я поэтому не пишу Там, знаешь А когда ты начнёшь что-то делать? Писать? Ну да Нет, потому что Я много что пишу Вот, кажется, то, что это говно Ну, это у меня тоже кажется Это у всех кажется Я люблю писать Дайте, вот, эмоции Написал дерьмо Вот мне очень хорошо было, да Я написала письмо Деду Морозу Ну, типа Мне было очень плохо Я написала Ну, мне нравится вот этот вот жанр Как бы пить Всё, нахуй Может, пряники начнём делать уже, а? Слёзы такие Кать, доставай Я достала Сюда неси Взрывай забор Я ношу резинки Мне 27-го числа Снимают? Да Эшкири! Машу снимают брекеты, блядь! Прошло 6 лет Реально, 6 лет Ты как в спонтбобе 6 hours later 6 years later Так Что у нас сейчас по расписанию? По расписанию секс Нет Это лицо Берём нашу бутылку Обсыпаем её в муке Я мастер лепить, как вы поняли Лепки? Да, я мастер лепки Леплю уже 3 года И нормально себя чувствую Блядь, леплю Не понимаю, что лепю Меня все покинули Мне кажется, вот здесь ещё надо Давай ещё здесь покатать Маш, можешь принести? Оно крошится, видишь? Что-то, ребята Нет, всё заебись А у Кати всегда всё заебись Плохо не бывает Меси-то, меси-то Давайте, давайте Так, ну давайте сделаем одного большого ангела Подсъём, подсъём Абонент набухался Значит, раскатали тесто Делаем ангела Первый пряник готов Не знаю, адекватно, что мы могли налепить на этот новый год Смотрите, какие у нас уже шикарные пряники, мне кажется В смысле? Я согласна Большего не нужно Да, нормально Блядь, эта музыка меня с ума сводит Ну и смотрите, давайте посмотрим Сколько у нас с половиной вообще получается Сейчас ещё неизвестно, сколько из этого выйдет Это ещё половина теста? Ебать Так это у нас пряников нахуй на роту получится Звёзд датчику У нас звёздочек мало Лепите быстрее, блядь Ну лепите, блядь Лепите, блядь Блядь, как же это охуенно Бесы Бесимся В печку их, нахуй Мы украшаем ёлку Топ Чё думаешь? Думаю, что я бухая У меня ёлки вот Тут заказывали подсъём Я ничего уже не доказываю А чё делать из оставшегося теста колобок, блядь? Вот это трезвые плямники Ну ладно, похуй Как чё делаешь? Я украшаю Украшаю звёзды Такие девушки, как звёзды Такие звёзды, как она Угостишь свою мать пряниками? Ты, блядь, посмотри на глаза Уборт Уборт Короче, мы сделали хачек С красными макарсинами Короче, вот такие вот пряники-хуяльники у нас получились Я сделала пряник Прякин Ой Пряник 20 токен Классная По-моему, заебись Короче, всем спасибо за просмотр этого ролика Нас не видно Всем спасибо Всем спасибо большое Мы сделали вот такие вот замечательные пряники Мне больше всего нравится пряник Вот этот вот Хачек вот этот Блядь, я специально не озвучил Всем спасибо И надеюсь, вам понравилось это видео Просто у меня камера сломалась Нужно будет завтра, наверное, или послезавтра в ремонт нести Всем пока Пока-пока Это оказалось очень вкусно Реально, никто не ожидал такого поворота событий, но Блядь, это реально вкусно Это тоже